Я приветствую всех, кто сейчас присоединился к нам. Мы начинаем свою работу в прямом эфире, и сегодня в нашей студии депутат Московской областной думы Владимир Петрович Жук. Владимир Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем разговор, разговор у нас будет длинный, 45 минут эфир, я напомню, что каждый телезритель может позвонить по нашим телефонам, мы их будем периодически выводить на экраны и задать интересующий вопрос, потому что сегодня такая уникальная, ну не уникальная, но все-таки в прямом эфире мы не так часто встречаемся, и поэтому задать свой вопрос и получить тот же ответ, в общем-то это... Не каждый день. Да, не каждый день. Хотя мы еще поговорим о том, как вы ведете свою работу с населением. Ну а я начну с того, как прошел первый год вашей вот этой работы в должности, можно сказать, это называть должностью, или как это правильно назвать? Ну не в должности, наверное, а в качестве. В качестве депутата Московской областной думы. Тяжелый год был, простой. Вообще, насколько изменилась ваша жизнь? Ну, вы знаете, мне трудно сравнивать, что было до, потому что это первый год вообще работы депутата областной думы. Мне кажется, год прошел хорошо, собралась в думе хорошая команда, профессионалов, эффектно, работали эффективно. Из цифр, если сказать, то за год было одобрено и принято 147 законов за год. Много это или мало? Ну, для сравнения я скажу, что Государственная дума за этот же период времени приняла порядка 450 законов. Но тут нужно понимать, что Государственная дума работает каждый день, кроме субботы и воскресенья, а областная дума заседает один раз в неделю. Поэтому я считаю, что эффективность неплохая, и я считаю, что хорошее качество закона у нас выходит. Поэтому результат есть, и я думаю, что второй год работы, ну, пока же мне не хуже. Наиболее важные такие принятые законы за этот год? Ну, самый важный закон, конечно же, это принятие бюджета в Московской области, это в начале 2016 года. То есть был принят бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 года. Что здесь нужно отметить? Бюджет растет, бюджет растет. По основным показателям я такие цифры приведу. По здравоохранению увеличено на 2,5 миллиарда, по сравнению с 2016 годом. На образование на 11 миллиардов, на жилищно-коммунальное хозяйство 7 миллиардов. То есть поступательная системная работа по увеличению бюджета, о чем мы постоянно и говорим. Из цифр, из результата 2017 года, наверное, можно привести такие. До конца года будет у нас в Московской области отремонтировано, либо построено новых 370 объектов здравоохранения. Это наши больницы, поликлиники, перинатальные центры и так далее. Школы будут введены в эксплуатацию 22 школы в Московской области до конца года. Большинство из них уже введены, построены и открыты 1 сентября. Что такое 22 школы? Нужно понимать, что для всей страны в 2017 году у нас будет всего в Российской Федерации 76 школ. Из них 22 в Московской области, а субъектов у нас 85. И вот один субъект в Московской области дает одну треть. То есть мы развиваемся темпами намного выше, чем в стране. И ни один регион, к нам еще по этим цифрам близко, не подошел и вряд ли подойдет, потому что темпы никто не собирается сбавлять. Вот, наверное, один из главных итогов прошедшего года. Я смотрю, вы так, в общем-то, держите в памяти вот эти цифры. Ну, конечно, они все время на слуху, и все время люди спрашивают, а что, что, что. И вот всегда мы их вспоминаем, и они работают очень хорошо. Это показатель. Может быть, было что-то, что вам хотелось бы, чтобы осуществилось, но вот пока еще не дошли до этого? Да, конечно, нам всем хочется, чтобы те преобразования, вот те позитивные изменения, которые идут, они шли бы более быстрыми темпами. Это мы хотим и мы, и хочет и правительство, и жители, естественно, в первую очередь, потому что мы отвечаем на их запросы. Но, к сожалению, не так быстро у нас растет вот эта налоговая база, не так быстро растет бюджет. Поэтому возможности, конечно, ограничены, и в их приходится работать на приоритетных направлениях. А для нас приоритеты, конечно, социальные направления. Это медицина, образование. Поэтому и бюджеты у нас социально ориентированы. Порядка 80% бюджета как раз уходит на социалку. И мы и оставим это в дальнейшем. Вы говорите о бюджете. Если сравнить с бюджетами прошлых лет, насколько он как бы выше, лучше? Я привел цифры по основным, по образованию, по медицине, по ЖКХ. Но в среднем он процентов на 15-20 увеличился за год. Я считаю, для той ситуации, особенно экономической, которая у нас есть, и внешние воздействия у нас есть, вы знаете, мы находимся под санкциями, неплохо, но хотелось бы лучше. Поэтому губернатор постоянно нацеливает и исполнительную власть, и законодательную. Темп, темп, темп. Мы как раз этому соответствуем. Позади было лето. Как? Удалось отдохнуть? Или все-таки круглогаэрдичная работа? Ну, конечно, с одной стороны, казалось бы, что это выходные, что это каникулы. Но на самом деле никаких каникул не было. Потому что все депутаты работали в своих территориальных округах. И могу честно сказать, вот у меня, наверное, практически дней-то особых не было. Таких, чтобы вообще ничем не задействованы. Даже суббота, воскресенье я где-то нахожусь, проверяем, как реализуется программа региональная. На всех территориях. А территория огромная у избирательного округа. Я напомню, где-то порядка 500 тысяч человек на этой территории проживают. У нас же не только Ленинский район, там получается, какие еще у нас там районы? У нас еще районы городские округа Дзержинский, Котельники, Лыткарина. Часть территории Раменского района, два больших сельских поселения. И у нас Малаховка. На сегодняшний день это уже Либерецкий городской округ. Городской округ Люберцы. Поэтому из трех районов у нас вот такой вот собрался избирательный округ. 500 тысяч – это примерно население города Рязани. И вот один. Трудновато, вернее, все везде успеть, но я стараюсь. У меня есть помощники, которые помогают. Но даже с ними все равно не жалуюсь, не жалуюсь. Поэтому работаем. Ленинский район, вот среди всех тех ваших подопечных районов, он насколько простой, сложный? Ленинский район ключевой. Он занимает примерно 40% всего избирательного округа. Поэтому особое внимание сюда. Есть территории огромные, много поселений. Ну, в каком плане он занимает? Что он занимает, вы говорите? Ну, как бы вот проблем больше, меньше? Проблемы здесь примерно те же самые, что и везде. Где-то какие-то проблемы больше вылезают, а какие-то меньше. Но, в принципе, одинаково. Потому что все эти вот тот же самый Котельники, Латкарин, Дзержинский, все это видно. Все это ближний пояс находится около Московской кольцевой дороги. И суть там одна. Ну, раз 40%, как вы говорите, то, наверное, и количество приемов, когда вы распределяете, да, наверное, на наш район все-таки выпадает больше. Конечно, больше. У меня 7 приемных. Сколько было приемов за этот год? Значит, смотрите, у меня 7 приемных, и каждый вторник проходит прием. Ну, вот в тех городах, которые я назвал, они проходят 2 города, мы берем в один день. А Ленинский район выделяем отдельно. То есть целый день идет прием только Ленинского района. А прием здесь фактически идет каждый месяц, один раз в месяц. Потому что, еще раз говорю, 7 приемных, то есть 4 приема в месяц, вот как раз все и получается. Свободных вторников нет. Если вот немножечко анализировать вот эти приемы, да, тех людей, которые приходят к вам, наиболее часто задаваемый вопрос, наиболее какие-то вот проблемы, все-таки это проблемы, которые касаются, люди приходят за себя или за, например, за свой дом, за свой город вообще в целом? Ну, есть и то, и то. Достаточно часто люди обращаются вот именно за материальной помощью. У меня есть средства депутатского фонда, которые я могу потратить вот на эти цели, помочь людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Но зачастую приходят люди, которые вот именно с общественными инициативами. Вот это, конечно, здорово, потому что неравнодушных людей и в Видном, и в Ленинском районе вообще много. И мы держим контакт, прямой контакт со всеми общественными организациями Ленинского района. Стараемся держать. Может быть, какие-то есть, еще мы до них не дошли, но основные, они все у нас, мы работаем вместе. Я знаю, что у вас на приемах присутствует юрист. Вот с какой целью он присутствует? Вообще, насколько помощь его вам нужна и важна? Ну, да, в обязательном порядке. На каждом приеме присутствует юрист. Причем этот юрист живет в Ленинском районе. То есть он хорошо знает ситуацию, территорию, знает проблемы. Почему он присутствует? Потому что очень много вопросов именно из правового поля. То есть достаточно человеку иногда просто разъяснить, ему сделать несколько шагов, куда нужно идти. И он уже дальше сам начинает идти. Зачастую мы составляем какие-то исковые заявления для суда, опять-таки бесплатно. То есть вот это наш юрист. Не все могут себе позволить нанять адвоката. Это довольно дорогостоящая вещь. А много вопросов требует судебного решения. Поэтому юрист обязательно, по крайней мере, он посоветует, а иногда и поможет лично. Вот потом вы отслеживаете, решена ли проблема у человека. Ведь наверняка сразу, когда он приходит, невозможно дать полный ответ и решить проблему. Это какое-то длительное время бывает. Ну разные вопросы есть. Есть вопросы действительно, когда можно просто одним телефонным звонком решить. И такое есть. Есть вопросы сложные, когда мы обращаемся в компетентные органы, чтобы разобраться в ситуации. Ждем от них ответа. Это тоже какое-то время занимает. Но все они у нас в работе. А есть вопросы, которые просто, ну, скажем, 10 лет не решаются, даже больше. И люди приходят, пытаются восстановить то, что было раньше. Вот это, конечно, самые сложные вопросы. И они в основном, конечно, в судебном порядке решают. А люди хотят прийти и сразу же получить результат. Ну, это просто невозможно. Я знаю, что у вас есть помощники, которые, ну, я думаю, что без них вам, наверное, работалось очень сложно. Я знаю даже, что они вместо вас проводят, как бы от вашего лица проводят приемы граждан. Вот последний прием, который состоялся два дня назад, как раз провел ваш помощник, референт Александр Леонидович Серов. Давайте посмотрим сюжет. Мы выпустили его вчера в эфир. Сегодня мы можем уже посмотреть на него вместе с вами. И потом продолжим беседу. Давайте. В минувший вторник встречу с жителями Ленинского района провел Александр Серов, помощник депутата Московской областной думы Владимира Жука. Я хочу вам доложить, смотрите, на сегодня у нас записалось 13 жителей Ленинского района. Вот на данное время пришло уже 12, да? 12 человек, 10, то есть по записи, и 2 человека без записи. Каждого посетителя здесь внимательно выслушивают и делают все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно решить его насущный вопрос. Спектр проблем, с которыми приходят жители Ленинского района, самый разнообразный. Так мама четверых детей Белла Белова обратилась с просьбой о материальной помощи. Я являюсь многодетной мамой. И так как у меня старшие дети учатся в высшем учебном заведении, и сейчас, как вы сами знаете, образование везде платное, я попросила оказать материальную помощь моей семье, так как я являюсь многодетной. В чём мне не было отказано. У Виктора Бурейко свой наболевший вопрос. Получивший по программе переселения в 2015 году гражданство Российской Федерации, он с тех пор не может устроиться на работу по причине отсутствия регистрации. Проблема решается в том, что не могу получить регистрацию, а без регистрации я не могу устроиться на работу. Вопрос Виктора Ивановича будет тщательно проработан, и в 30-дневный срок он получит ответ по существу. На встрече с жителями всегда обязательно присутствует юрист, так как в большинстве случаев требуется квалифицированная правовая оценка. Напомним, что в Ленинском районе депутат Московской областной думы Владимир Жук проводит встречи с жителями каждый второй вторник месяца с 11 до 14 часов. Итак, Владимир Петрович, расскажите нам о Ваших помощниках. Как их много, чем они занимаются? Вообще-то по регламенту помощников у депутата областной думы должно быть максимум 30 человек. У меня сейчас по штату порядка 10, наверное. И я стараюсь все-таки брать людей, во-первых, активных, неравнодушных, которые знают территорию и хотят работать. Работа это общественная, за нее зарплату не платят, поэтому не каждый на нее идет. То есть Вы за свою работу не получаете? Я, да, кстати говоря, да. Я депутат на неосвобожденной основе. То есть для меня это работа общественная. Как Вы все успеваете? Ну вот так вот, успеваю, да. Я напомню, что половина депутатов областной думы постоянная основа. То есть они работают постоянно в думе, а половина нет. Это общественная работа. Причем есть такой парадокс. Мои помощники, несколько человек, они получают зарплату и являются штатными сотрудниками думы. У нас есть кабинет в думе и так далее. А вот я как депутат не получаю. Поэтому я не переживаю. Но у Вас есть какой-то другой стучник? У меня же предприниматель, поэтому на жизнь не хватает. И Вы спросили, почему, вернее, как я успеваю. Мне пришлось просто сократить свою работу, поскольку очень много времени занимает общественная работа. Но мне это нравится, и я вижу, что реальная польза есть для людей. А на жизнь мне хватает, скажем так. Вот в сюжете говорилось о том, что одна женщина пришла попросить помощь материально. Вы и материальную помощь тоже оказываете? Или как это вообще? Да, конечно, оказываю материальную помощь обязательно. Ну, смотрите, вообще у депутата есть депутатский фонд. Это приличная сумма, скажем так. Но она, правда, делится на весь округ. То есть пропорциональное количество жителей я разделил, чтобы было не обидно всем между городами, я имею в виду. И у меня три направления. Первое, я помогаю общественным организациям. Второе, это помощь образованию, школы, детские сады. Вот в частности, например, в этом году парк «Видное» получил 2 миллиона рублей. Сейчас уже там идет монтаж детских аттракционов. Это за счет средств прошлого года. В следующем году деньги будут еще. И третье, это материальная помощь. Что это такое? Значит, человек приходит, трудно у него ситуация, на лекарства ему не хватает, на операцию и так далее. Суммы, конечно, мы небольшие даем, не сотни тысяч, скажем так. Но тем не менее, вот эти деньги, они тоже в сложной ситуации, они людям помогают. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что если вы попали в такую ситуацию, приходите на прием, мы постараемся помочь. И деньги, конечно, мы не выдаем наличными. Эти деньги у нас зарезервированы в органах социальной защиты. То есть мы оформляем бумаги необходимые через соцзащиту, вы будете средства получаете. Владимир Петрович, во время выборов вы говорили, что будете открыты, доступны. Как вы общаетесь сейчас со своими избирателями? И вот я, например, видела вас в Инстаграм. Как еще вы с ними держите связь? Да, да, обязательно. Социальные сети, они ведь сейчас пронизали все наше общество. И почему я там тоже нахожусь, так же, как и практически все депутаты. Потому что не с каждым встретишься и не расскажешь, что ты делаешь. А люди спрашивают, что вы делали, что вы делали вчера, что вы делали там месяц назад. Поэтому, зайдя в тот же Инстаграм, а на мой взгляд, это самая доступная сеть, можно посмотреть, что я делал вчера, что позавчера, что я делаю каждый день. И человек может открыть и посмотреть, и у него вопросов не будет. А вы открыли, посмотрели, нашли вопросы от жителей? Да, да, есть комментарии, конечно, мы вступаем в диалог, потому что много вопросов, которые нужно решать оперативно. И люди пишут, я им отвечаю, и вопрос решается, дело двигается. — Работа в нашем округе. Вообще, насколько часто вы здесь вообще бываете в Ленинском районе, например? Мы говорим, конечно, не о всей вашей территории, а именно о Ленинском районе, потому что нас смотрят жители Ленинского района, и им это интересно. Вообще, как вы часто здесь бываете? Как вы часто просто ходите во дворы? Бывает сейчас здесь такое же тоже? — Конечно, конечно, да. — Потому что, знаете, как бывает, ну, конечно, это не ваш адрес, но вообще, как говорят, вот депутат пришел перед выборами, потом его не видно. Я знаю, что вас видно. — Ну, да, мы ведь стараемся использовать и все средства массовой информации, которые есть, в том числе и газеты, и телевидение, для того, чтобы люди понимали, что депутат не спит там где-то там у себя в доме или на работе, а он реально работает. Конечно, в каждый двор мне прийти очень сложно, но, наверное, раза три-четыре в неделю я в Ленинском районе бываю в обязательном порядке, прежде всего, для того, чтобы проконтролировать ход выполнения губернаторских программ. Это ремонт подъездов, благоустройство дворов, ремонт внутри дворовых проездов, тот же самый Петровский, Петровский военный городок, бывший военный городок. Сейчас там идут, в общем-то, коренные преобразования. Я там в системном порядке, постоянно туда езжу вместе с членами общественной палаты, с местными депутатами от нашей фракции, с активистами самого городка. Смотрим, что происходит, какие проблемы, чем можно помочь. То есть на территории я постоянно. Ну, я уже не говорю про все вот эти праздники, которые есть, но тут в обязательном порядке это как бы нормально, потому что когда приходит депутат, все понимают, что это важное мероприятие, и так это нужно делать. А вот вы сказали про городок Петровский, насколько там действительно, на ваш взгляд, отразительные перемены сейчас, и насколько там будет хорошо, вот как должно быть? Ну, я там последний раз был, наверное, недели две-три назад, по-моему, да. А первый раз я туда приехал, вот перед выборами, как раз, ну, даже вот за этот период времени, год за год, ну, там просто очень большие перемены произошли. Ну, там дороги, во-первых, заасфальтированы, потом капитальный ремонт всех вот этих домиков, он практически уже завершается. Те дома, как там многоэтажные, там пятиэтажки, они облицованы уже современным вентилируемым фасадом. Тянутся новые сети, то есть освещение идет. Там остался вот клуб, мне кажется, клуб. Ну, сейчас идет, насколько я знаю, идет проектирование, согласование о рабочей документации. В ближайшее время, наверное, работы начнутся, и, в общем-то, не так много там остается озеленения, наверное, вот эти вот выпилить нужны деревья, которые, в общем-то, вышли из своего возраста, привести в порядок территорию. И, на мой взгляд, будет такой коттеджный, не коттеджный поселок, но такое вот хорошее место, где люди будут жить и не жаловаться, а наоборот туда стремиться. — Я, на самом деле, сама давно там не была, хотя я была тогда, как раз, когда там было настолько плохо, что мне даже не верилось, что я нахожусь в Подмосковье. — Так вот, я тоже приехал, когда первый раз, там страшно было ездить на машине, даже на большой машине, там, на самом деле, было непросто проехать. Сейчас там хороший асфальт лежит, ездишь, полицейских, правда, надо положить, вот, лежачих. Ну, это, как бы, уже такие мелочи по сравнению с тем, что сделано. Ну, я думаю, и до этих мелочей дойдет руки. — Вы сказали, были на празднике, были наверняка на Дне города, да? — Да, конечно. — Как? Удалось спокойно пройти или все-таки одолевали вопросами? — Ну, я, кстати, прошел, конечно, прошел, да. Но в основном мне пришлось стоять на трибуне, поэтому я все вот видел, все хорошо, как все прошли. Ну, мне кажется, очень здорово, с таким энтузиазмом. Шарики выпускали, все смеялись, ну, отличное настроение, погода тем более не подвела. Концерт замечательный, поздравили жителей, вручили грамоты, почетного гражданина. — Хороший праздник. — Да, отличный праздник и хорошо организовано. Я отмечаю, что из года в год все лучше и лучше становится. Ну, хотя работать еще есть над чем. Это же мы понимаем, что это и не идеал. — Сегодня, я знаю, состоялось первое заседание Думы после каникул. Что сегодня обсуждали, какие вопросы были на повестке? — Да, совершенно правильно. Сегодня состоялось первое заседание, осенней сессии. Руководитель Думы Игорь Юрьевич Брынцалов поставил задачи, которые стоят перед депутатами. Но они, в принципе, понятны. У нас где-то 50 законов сейчас находятся в работе, которые остались с прошлого года. То есть какие-то законы прошли первое чтение, какие-то второе. Многие из них важные. И до конца года вот этим законам мы обязательно примем. Но помимо них, самый главный закон и самый главный документ, который мы будем принимать, это закон о бюджете на следующий год, 18-й год. То есть все средства, которые есть в бюджете, они ведь распределяются по программам, по региональным государственным программам. Их 16. Одна занимается образованием, другая — здравоохранением, третья — ЖКХ, дорогами и так далее. И вот как это все распределить правильно, чтобы при все-таки средствах, понятно, что на все, мгновенно по всем мнению, все не сделать, но выделяются приоритеты. И тем не менее, вот по всем направлениям, я вижу, уже есть наметки, что будет увеличение. Будет увеличение, и программа получит больше финансирования, соответственно, можно будет больше сделать добрых и нужных дел, которые нужны нашим жителям. А вот из того, что сегодня конкретно было на заседании Думы, я хотел бы выделить закон о хранении и перемещении транспортных средств, которые задержали по различным причинам. Ну, в основном, это, конечно, неправильная парковка. То есть это закон, который волнует наверняка многих автолюбителей. Если ты неправильно припарковался, тебя эвакуировали, потом ты там начинаешь определенные шаги делать для того, чтобы свою машину извлечь. Так вот, сейчас вносится изменение из закон, и сегодня он прошел первое чтение, что вот это время штрафное, оно уже не считается в часах, как раньше, а будет считаться в сутках. И за первые сутки плата за хранение не взимается. То есть если автолюбитель успел в течение суток, я думаю, времени более чем достаточно, забрать автомобиль, то за хранение он платить не будет. И если сейчас в ближайшее время пройдет второе и третье чтение, если не будет замечаний, а судя по всему их не будет, то закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Все автомобилисты вздохнут спокойно. Но хочу сказать, что парковаться надо правильно. Согласен. Если смотреть на знаки, смотреть так, чтобы не мешать людям, не заезжать на газоны и так далее, и так далее. То есть если вы будете парковаться не так, как нужно, то вас все равно эвакуируют, и эта процедура никому не понравится. Вот вы говорите, что от начала, момента закона до его вступления в силу, какой-то период, как вообще вот эта процедура вся, насколько долго длится? Потому что кажется, ну вот скорее бы этот закон, ну вот нужен он, а еще нужно, чтобы как-то этапы прошли. Ну да, но есть процедура прохождения закона. То есть сначала принимается в первом чтении, потом собираются замечания, рассылается по всем заинтересованным ведомствам, комитетам, в правительство. Замечания приходят вам, они учитываются, появляется новый текст, выходят на второе чтение, принимается второе чтение. А потом уже, третье уже гораздо проще, потому что второе чтение определяющее. То есть если во втором без замечания, то третье уже проходит, можно сказать, автоматом. Ну, все зависит от того, есть ли замечания или нет. И если есть замечания с одной стороны, с другой собирается рабочая группа и находится компромисс. Если замечаний много, то и процесс немножко длиннее. Если меньше, если вообще нет, тогда бывает так, что закон принимается прямо на одном заседании. Сразу в трех чтениях, если вопросов нет. Но вот по этому вопросу вопросы есть, по этому закону имею в виду. Поэтому немножко сейчас, немножко, ну в любом случае он вступит с 1 января. С 1 января раньше нет. Ну, эти все же должны подготовиться, службы, там же не просто, там же есть служба эвакуации и так далее, и так далее. Вопросов у нас поступило уже достаточно много. Они начали, в общем-то, поступать еще до эфира вчера, потому что мы дали анонс нашего эфира и стали нам писать в наших соцсетях. Вот, например, Алексей Тарасов. Буду все задавать. А вы уж там смотрите, как ваш адрес, не ваш, куда направлять. Может быть, просто люди не знают, кому обратиться. Даже вот так. Подскажу, куда обратиться. Алексей Тарасов. Когда будут нанесены разметки на новые парковочные места в рамках программы благоустройства? Например, на улице Строительной у домов 11, 13 и 29 полный беспорядок. 11, 12, да? 11, 13, 29. 11, 13. Ну, вопрос, конечно, не совсем по адресу, поскольку все-таки это компетенция муниципальных властей. Ну, я вот адрес записал, мы с администрацией посмотрим, я возьму на контроль это дело и посмотрим, что... То есть, конкретно я сейчас, конечно, ответить не смогу, поскольку, и еще раз повторю, это дело местных властей. Но если какие-то там есть затруднения, то поможем. Понятно. Вот вопрос, кстати, тут как раз, к кому обращаться? Ольга, улица Завидная. Детские площадки в новых микрорайонах, это вот, где шестой микрорайон. Это сооружены всего 2-3 года назад, но уже некоторые элементы сломаны и даже опасны для детей. К кому обращаться? К кому они должны обращаться? Ну, детскими площадками занимается, конечно, отдел по благоустройству. Это да, но сейчас я хочу, что сказать, у нас ведь действует программа губернатора, что по благоустройству дворовых территорий, по комплексному благоустройству. У нас по плану каждый год в каждом муниципалитете должно ремонтироваться, или не ремонтироваться, а благоустраиваться не менее 10%. Но я знаю, что многие города идут и перевыполняют этот план. Это уже новые стандарты, комплексное благоустройство. То есть здесь и детские площадки, и парковочные места, и спортивные площадки, и озеленение, и дорожки, и освещение, и мусорные места, где прием сбора мусора. Да, там 6, по-моему, элементов благоустройства. 7, 7 элементов, да, и вот они, да, комплексное благоустройство. Поэтому и видным то же самое происходит, и вообще в каждом муниципалитете. У нас нет отстающих, у нас есть, наоборот, которые опережают. Ну, конечно, каждому жителю хочется, чтобы именно его двор был сделан. Именно его двор, потому что если в соседнем дворе сделано, то это как бы не считается. Ну, 10% это не так, конечно, много, но мы исходим из тех средств, которые есть. До них обязательно тоже очередь дойдет. Какой адрес там еще раз? Давайте я его запишу. Строительная... Ой, стоп, это другой. Но здесь прям конкретного адреса нет. Завидная улица, вот она сама с Завидной улицы. Завидная улица, да. Там, я так понимаю, что несколько площадок она имеет в виду. Понятно, понятно. Ну, надо посмотреть, что это за площадка, когда она была сделана. Наверняка это еще по старым стандартам сделано, не по современным. Сейчас ведь ставятся такие красивые пластиковые игровые городки, где безопасные, травмы безопасные, где детки с удовольствием играют, развиваются. И для малышей там есть зона, и для среднего возраста. Ну да, сейчас это настолько даже не детская площадка, и сложно назвать детской площадкой. Да, это уже городок такой, фактически. И вот у нас еще ведь много осталось вот этих старых металлических, и они ржавые. Ну, даже их покрасишь, все равно они там скрипят. Их надо просто убирать. Их надо, вот совершенно правильно, их убирают, потому что они могут нанести ребенку травму. И этого допустить нельзя. Люди иногда жалуются, почему? Вот старую брали, ржавую, а новую не поставили. Ну, это да, но лучше все-таки, чтобы ребенок был в безопасности, то есть не вот на этих опасных качелях там не катался, не дай бог, что с ним ничего не случилось. А то, что поставят именно в этом месте, ну, тут надо смотреть план, потому что в каждом муниципалитете есть свой план по благоустройству дворов. И вот если бы был здесь номер двора, можно было бы, конечно, посмотреть и нашему зрителю, и вот кто спросил, ответить, компетент. Ну, это вот как раз соцсети, поэтому сложно сказать. Ну, пускай они мне напишут в Инстаграм. Вот, кстати, они, наверное, не подписаны на меня, потому что написали бы сразу. Может быть. Вот. Пусть напишут, а я им отвечу, выясню, когда он включен в план, и напрямую узнают. Кстати, вот что касается тех же детских площадок, вот действительно, вроде бы новая площадка уже там, да, вот я, например, я считаю, что вот нас в детстве, нам все время делали замечания взрослые, говорили, ну, что ж ты там ломаешь или еще что-то. Сейчас настолько вот как-то люди не обращают на это внимания, боятся сделать замечания тем, кто вот неправильно себя ведет. Наверное, вот что-то как-то надо снова себя перевоспитывать. Ну, тут надо, наверное, воспитывать менталитет какой-то новый, чтобы сохранять. Ну, для того, чтобы было сохранять, для этого надо сделать красоту, тогда люди уже будут внимательны и бережно относиться. Ну, например, как те же самые подъезды. Вот они были все разрисованные, наплеванные, там страшно зайти, там висели все эти провода, интернет-провайдеры и так далее, и так далее. Сейчас идет масштабный проект по ремонту подъезда. Вы, кстати, ходите по подъезду? Конечно, в обязательном порядке хожу. И видно, много раз было. У нас вот 34 тысячи подъездов в Подмосковье в этом году будет отремонтировано. Большая часть уже сделана. Вы считаете, вообще качественно ремонтировать? Мне кажется, вот исходя из тех средств, которые есть, ремонт нормальный, да, качественный. И самое главное, что меня радует, после того, как сделан ремонт, практически мало где разрисовывают, уже другое отношение. Ну, возможно, здесь еще вероят, что? Ведь здесь есть софинансирование. То есть жители по этому проекту, они должны софинансировать до 5%. Ну, зачастую жители вообще не финансируют. Но здесь для чего сделано-то? Для того, чтобы человек даже потратил один рубль, он уже по-другому относится. Он считает, что тут часть его средств есть, поэтому уже рисовать не будет. И другие им будут говорить, что не надо. А когда это все делается бесплатно, то, что называется, на халяву, то отношение соответствующее другое. Эта программа уже продолжится? Программа будет работать, и каждый год будет ремонтироваться вот такое количество подъездов. И в течение нескольких лет мы эту проблему должны снять. То есть все подъезды у нас будут отремонтированы капитально. А потом уже займемся, наверное, более важным, не более важным, а следующим этапом. Например, остеклением подъездов. Потому что вот в эту программу установка пластиковых окон не входит. Да, не входит. Следующий вопрос. В Расторгуеве обещали, что снесут гаражи, благоустроят территорию, создадут парковую зону с дорожками и освещением. Но прошло уже два года, гаражи снесли, сделали хорошую стоянку, но не дорожек, не освещение. Снова все заросло мусором. Житель Петровского проезда Александр. Я знаю, о какой территории это идет речь, потому что я сама там живу, сама бываю. Действительно, программа, план вот этой реконструкции был очень интересный. И он не в один год должен был осуществляться. В общем-то, часть работы большую сделали. Снесли гаражи, сделали стоянки. И вот вроде как затихло, в этом году никакой работы действительно летом не было. Жители начали переживать, будет ли что-то. Потому что там есть такие дорожки, которые можно было бы, конечно, заасфальтировать, сделать освещение. Люди бы ходили бы с остановки, сокращали бы путь. Ясно. Два года назад я, к сожалению, не стоял у истоков этой работы. Но, насколько я понимаю из вашего рассказа, там уже работы какие-то сделаны. Пиражи снесены, сделана планировка. Теперь надо делать следующие шаги. Если есть план, то я думаю, что он будет выполнен. Просто в этом году как-то работ никаких замечений не было. Вроде лето прошло, ведь самое такое время, когда можно было бы что-то делать. Да, да, да. Ну, смотрите, сейчас у нас прошли выборы. Видно, появился новый союз депутатов. И у них есть хорошая возможность показать, что можно сделать и как продолжить вот эту работу. То есть, показать свою эффективность. У нас новый глава. Поэтому я думаю, что все это будет сделано. Но я себе записал, отметил. И обязательно узнаю, что там планируется в ближайшее время. Тут вопросов, конечно, уже сегодняшних. Вот, хорошо. Ну, давайте достаточно быстро. У нас 10 минут осталось. Поэтому будем смотреть. На какие можете отвечать? Отвечайте. Я на все отвечу. Ну, сейчас я имею в виду, да? На Советской 9 ремонтируют фасад. Начиная с 4-го и 5-го подъезда разрушена канализация. Все перевязано скотчем. Трубы горячего водоснабжения в хомутах. Будут ли ремонтировать подвал? Людмила Ивановна Петрова. Какой адрес там? Советская 9. Советская 9. Четвертый, пятый подъезд. Так, ясно. Ну, опять-таки, это наверняка управляющая компания. Там ведет работу либо это по какой-то программе, например, капитального ремонта и так далее. Я адрес записал. Спасибо за вопрос. Там есть? Я думаю, что контакты, наверное, есть у нашего сотрудника. Давайте мы выясним, что там происходит. И обязательно с вами свяжемся и расскажем. Так, та же Советская 9. Та же, Людмила Ивановна. Тоже самый вопрос? Да. У четвертого подъезда образовывается огромная лужа. Можно ли с этим что-то сделать? Ну, конечно. Если есть лужа, надо ее ликвидировать. Значит, ее надо засыпать и заасфальтировать. Давайте я приеду, посмотрю. Так. Вот кто-то, может быть, не увидел наш сюжет и задал такой вопрос. Когда и где вы ведете прием граждан в Ленинском районе? И как можно записаться? Ну, у нас прием каждый месяц. Записаться можно по телефону в мои приемные. Просто зайти на сайт Московской областной дома. У меня там страничка есть. Я просто наизу сейчас телефон не помню. Все. Там есть телефон. График приема звонков. Можно позвонить и записаться. Но я могу сказать больше того. Вы можете приходить и без записи. То есть, очень много людей приходят, идут мимо. Там стоят люди. Вы что стоите? Мы стоим к депутату. И у нас есть вопросы. Мы всех принимаем, работаем до последнего человека. Поэтому не сможете записаться. Хотя там никаких проблем нет. Просто позвонить. Ну, единственное, что вам придется подождать, если без записи. Потому что люди обычно записывают с интервалом 15 минут. Да, чтобы человек не сидел там. И все идут по времени. А если без очереди, вернее, не без очереди, а без записи, то подождать. Ну, как к хорошему врачу, который всех примет. Да. Угромная помощь была бы. Толк. Дальше. Следующий вопрос. Когда начнется раздельный сбор мусора в Ленинском районе? Дмитрий Краснов. Хороший вопрос. Хороший вопрос. У нас в этом текущем году в Подмосковье определены 13 муниципалитетов, где уже введен раздельный сбор мусора. Ленинский район туда не попал. Я не очень понимаю, по каким критериям были выбраны именно эти 13 муниципалитетов. Ну, наверное, есть соображение, что там уже как-то они продвинулись. То есть, это не сам район решает, будем ли мы? Нет, нет, нет. Это решает правительство Московской области. Но они же тоже не с потолка это берут. Они внимательно смотрят, что происходит на территории. В некоторых местах уже введен раздельный сбор, либо они уже готовы. Поэтому введены в 13 муниципалитетах, а у нас 68 их. И по результатам этого года будет определено дальше, как водители в других муниципалитетах, либо в каких именно. То есть, будет уже понятно, куда идти дальше. Пока не введено, наверное, Ленинский район пока еще не готов. Хотя жители хотят. Есть активисты, которые делают акции, проводят акции, собирают мусор. Я знаю, что вы возле поликлиники периодически. Да, вот, пользуясь случаем, я хочу вас пригласить к себе. Давайте вместе будем двигаться. Если вы хотите, чтобы на уровне правительства Ленинский район был включен, там, где есть раздельный сбор мусора, давайте вместе эту проблему будем продвигать этот вопрос. И я думаю, что мы найдем понимание в Министерстве экологии Московской области. Далее. Город Видное, улица Советская, дом 32, 4-й подъезд. Начиная с Советского Союза, у нас стоит деревянная дверь. ЖКХ игнорирует все просьбы. Можно ли в целях безопасности установить железную дверь? Вообще, как, куда обращаться, если люди хотят установить железную дверь? Даже удивительно, что до сих пор нет. Дом уже везде есть. Ну, везде по-разному это решается проблема. Кто-то собирается. Сами, да? Складываются и ставят. Да, надо понять, что это за дом. Есть ли там собственники и какой там правовой статус этого дома. То есть все зависит от того, кому дом принадлежит. Ну, да. Ну, иногда и находится компромиссное решение. То есть управляющая компания какую-то сумму помогает. Потом жители. И вопрос решается. А так просто, если ждать, что кто-то там должен поставить, ну, таких нормативов у нас нет. Ну, вот если они обращаются в управляющую компанию, наверное, им хоть ответ должны дать? Ну, им дадут ответ, что средств нет. Не предусмотрено на это денежные средства. Поэтому это же не ответ. Нам же надо решить вопрос, а не получить ответ, почему этого нельзя сделать. Поэтому я думаю, что вот таким образом надо. Ну, вот на один вопрос я опередила, конечно, жителя Олега, который спрашивал, как вы оцениваете исполнение программы ремонта подъезда. Видно, мы уже ответили на этот вопрос. Дальше. По поводу парка Кочеткова Анна Павловна. Мы снесли гаражи, но не видели. А, это вот тоже, наверное, наш вопрос. Вопрос, я так понимаю, хотя, может быть, и нет. Вот непонятно, о каком микрорайоне идет речь. Ну, наверное, экран. Да, что нас обманули, спрашивают. Нет, нет, ну, не обманули, а, наверное, тут немножко притормозили. Хорошо. Город Видное, дом 32, улицы нет. Напротив нашего дома нет детской площадки, вместо нее лавочки, на которых каждый день собираются алкоголики. Как это исправить? Это Кочеткова Анна. Я так понимаю, что это тоже, наверное, получается, расторгуево. Да, лавочки — это, конечно, всегда больная тема, потому что одним они нужны, другим они не нужны. И вот все время такая дискуссия. То есть, если вот сейчас, вот, говорят, лавочки не нужны, и сейчас вот их убрать, то, поверьте мне, через некоторое время начнут писать и говорить, куда же дели наши лавочки. Мы же там отдыхали, мы там бабушки, родители на площадке, вернее, детки на площадке, а родители сидят, смотрят. Поэтому, конечно, вот, прежде всего, прежде чем такие решения принимать, надо внутри двора найти консенсус, ну, не знаю, опрос провести, то есть найти общее решение. А выполнить-то его несложно. А сложно вот выполнишь, а потом опять переделывать все. Вот, и это касается, кстати, не только лавочек, но и многих там еще других вещей, там, цвета окраски, там, я не знаю, подъездом, например. И сейчас подъезды ремонтируются как? Даже жителям дают возможность выбрать, предоставляют возможность выбрать цвет. То есть колористическое решение, потому что одним нравится одно, другим другое, но они находят это решение, и потом никто не возмущается, хотя кому-то нравится, может, там, зеленое, а кому-то синее. Поэтому вот такого плана вопроса, их очень много возникает, и надо найти внутри своего двора понимание. Кому-то площадка нравится спортивная, а кто-то говорит, оно нам мешает, там, играют. Поэтому непросто. Проспект Ленского-Комсомола, дом 35, напротив нас 23-й дом, каждый день там тоже собираются. Да, вот это вот как раз то, о чем вы говорите, да? Невозможно спать, невыносимо жить, когда нам помогут. Тамара Ивановна. Ну вот как помочь? Вот я тоже сколько встреч проводил во дворах, очень много. Ну вот при чем же приходит, например, 20 человек, 10 говорит нам надо, а 10 говорит нам не надо. И как тут? Ну вот, видимо, тоже облюбовали вот эту территорию. Было решение там взять эти лавочки, которые ночью убираются под землю. Ну это, наверное, технически непросто сделать. До этого мы еще, наверное, не дошли. К этому надо стремиться. Понятно. Ну вот у нас, по крайней мере, на Петровском проезде, я думаю, скоро станет спокойнее. Они обещают вместо того помещения, где был раньше Сбербанк, сделать участковый пункт полиции. Тогда мы будем жить под охраной. Да, вы будете жить под охраной, но Сбербанка у вас нет. Сбербанка у нас нет. И люди, конечно, очень долгое время задавали этот вопрос постоянно, от раза к разу. Мы выходили. Что делать-то вообще? Мы выходили к руководству. Как в Расторгольской части нет вообще банков? Совершенно правильно. Да, да. Там и банкоматы, по-моему, отсутствуют. Они где-то на втором этаже находятся. Они есть, но работают они через раз. Через раз, да. Да, ну, Сбербанковские автоматы постоянно ломаются. Наверное, на них большая нагрузка идет. Поэтому они, вот, я тоже, куда ни заедешь, везде технически там неисправились. Но вы в курсе вот этого вопроса? Я в курсе, конечно, в курсе. Этот вопрос давно поднимается. Ну, я еще, вернее, скажу, что мы выходили на руководство Сбербанка. Нам обещали помочь, но потом все-таки сказали, что идет программа по сокращению тех отделений банка, которые нерентабельны. У них есть свои нормативы. И вот это отделение, о котором мы говорим, оно по их нормативам не проходит. Поэтому они закрыть не могут. Вернее, не могут его оставить. Не могут оставить. Но мы говорили, хотя бы открою, сделайте банкоматы, какой-нибудь такой в пешей доступности, там, пожилым людям не подниматься на второй этаж или идти бог знает куда. Ну, обещали поставить. Как только будет помещение, поставим. Ну, я не знаю, сейчас, по-моему, помещения там у них нет, поскольку банкоматов тоже нет. Сбербанка. Это очень плохо. Хуже всего бабушкам. Так вот, я про них и говорю, да. Мне говорили, что где-то на втором этаже, вот я почему-то все время подчеркиваю. На втором этаже и пятерки ездят. Но не каждый поднимется туда. Особенно вот пожилые люди, на самом деле, им что, куда-то ехать. Вот это плохо. Так, последний вопрос, потому что у нас совсем осталось мало времени. Вот так. Советский проезд, дом 9. У нас плохо работает лифт. Один не работает вообще. Будет ли заменен? Советский проезд, дом 9. Нина Степановна. Понятно. Ну, смотрите, замена лифтов – это элемент капитального ремонта дома. Поэтому надо посмотреть. Я вот адрес записал, посмотрю. У каждого муниципалитета есть программа по капитальному ремонту домов. Попал ли этот дом туда? И если попал, то на какие работы? Потому что лифты меняют только, когда приходит срок их выхода. Если он вообще не работает. Если он вообще не работает, значит, они, наверное, будут его, скорее всего, лифтовая служба ремонтировать, менять какие-то запчасти и так далее. Но наверняка этот лифт старинный. И сейчас уже современные лифты. Их, конечно, по-хорошему надо менять. И это во многих домах они меняются. Просто людям, конечно, хочется бы у них поменять. Я думаю, мы с вами сегодня такой большой объем работы. Галопом по Европам. Ну, в общем-то, о многом поговорили. Время закончилось. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам на эфир. Я прощаюсь с нашими телезрителями. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова